В посёлке Белькачи Усть-Майского района произошёл пожар на дизельной электростанции. Огнём уничтожены здания станции и единицы дизельного оборудования. Виталий Абрамов подробнее. С сообщением пожарных сигнал о происшествии поступил только в полседьмого утра, хотя электростанция сгорела ещё ночью. В результате здание пострадало по всей площади с тремя дизель-генераторами. В данный момент ведутся обыгранные спасательные работы, то есть ликвидации последствий данного пожара. Полиция вступила с ним в перестрелку. И все устанавливаются. В данный момент неизвестно пока ничего. Село Белькачи находится в 250 километрах от райцентра Усть-Майского района с 52-мя жилыми домами, в которых проживает 172 человека. В результате пожара временно была обесточена котельная, которая отапливала треть домов. Однако в кратчайшие сроки она была подключена к резервному источнику питания. Котельная работает на резервном источнике питания в штатном режиме. Запас топлива имеется более чем на 10 суток. В администрации села Белькачи организована работа оперативного штаба. Ведётся информирование населения сложившейся обстановки и в ходе восстановительных работ. Вылетевший из Якутска вертолёт с аварийной бригадой и резервной деской уже приземлился в обесточенном посёлке. В настоящий момент идёт монтаж новой электростанции. Определены места для установки резервных дизельных электростанций. Время восстановления, ориентировочное время восстановления электроснабжения населённого пункта 1015 часов по восстановлению 23-го числа. И проснабжение населённого пункта ощущается по штатной схеме все котельные работы в штатном режиме, запас продовольствия, продуктов питания, а также топлива и электрических ресурсов более 70 суток. На местах и в Якутске развернуты оперативные штабы, которые следят за ходом аварийно-восстановительных работ. Оперативная группа МЧС будет находиться в Белькачи до полного разрешения сложившейся ситуации. Виталий Абрамов, Тимур Канаев, НВК Саха, Якутск, Усть-Майский район.